здравия всем слушателям подписчикам моего канала с вами виктор максименков и в этом видео предлагаю рассмотреть подводные находки которые просто разрывают изменяют историю человечества и не только про существовавшие ранее цивилизации но и биологическую историю мировой океан занимает 71 процент поверхности земли а по разным оценкам он изучен всего лишь от 2 до 20 процентов а по факту скорее всего даже меньше это означает что большая часть океана включая его глубины и морское дно остается неизведанным а соответственно мы не знаем про те цивилизации которые существовали в недавнем прошлом и даже про биологические формы жизни которые в этом океане существуют перед вами карта афанасия кирхера 1675 года здесь он попытался найти те территории которые погрузились на дно после потопа но в его трактате но и в ковчег то есть после но его потопа вот это все что вы видите на карте серенькая это и есть территории погрузившиеся под воду в том числе легендарная атлантида именно ее он искал изучал и что мы здесь видим что гигантское количество территорий раньше было сушей причем по всей земле соответственно там должны находиться следы прошлых погибших цивилизаций ну на самом деле так и есть предлагаю в этом видео все это найти потому что тот кто не понял своего прошлого вынужден пережить его снова из преданий австралийских аборигенов мы знаем что примерно 7000 лет назад случился очередной потоп им никто не верил пока профессор университета патрик нам в австралии не решил это проверить проверка показала индейцы скорее всего правы потому что были катастрофические изменения да он говорит скорее всего 7000 лет назад но я бы сказал что вопрос открыт то есть часть австралии находится под водой та которая раньше была сушей и примерно на глубине 14 метров они находят артефакты возраст которых 9000 лет опять же по их оценкам то есть в том числе существование там поселений это австралия и катастрофа которой 7-9 тысяч лет а может и более позднее то есть времен атлантиды вопрос открыт потому что находя подобные находки сразу вспоминают про атлантида но это не зря действительно та катастрофа была глобальной побережье австралии нашли подобный неизвестный объект то есть неизвестный объект это как раз времен атлантиды или нашего времени или подводных цивилизаций вопрос открыт то есть это какой-то правильный куб или может какое-то техническое устройство которое ждет своего времени оставьте свое мнение в комментариях все ссылки на видео как всегда в описании под видео там на все источники откуда все это бралось множество подводных неизвестных открытий мы имеем не только в наше время но и в недавнем прошлом вот в 98 году 1998 году один из ныряльщиков обнаружил 30 милях от берегов японии находку ну которая можно сравнить с подводным городом потому что на глубине 30 метров нашли 8 башен высотой в 27 метров и диаметром в 10 метров вокруг одной из башен сшла спиральная лестница вот фотография того что мы имеем это мне очень напоминает те башни которые нашли под пирамидами в гизе в наше уже время что это такое остатки ли это пирамиды или еще что то вопрос открыт современной науке это не интересно потому что полностью меняет представление о прошлых цивилизациях о катастрофах которые происходили а возможности этих цивилизаций то есть и одно ли там подобное сооружение или масса вопрос конечно открыт но это еще не все на дне бермудского треуголика нашли затонувший город он находится в 700 метрах от кубинского берега город пирамиды туннели множество мегалитических построек надписи непонятные что-то наподобие сфинца открыли посмотрели что за цивилизация непонятно но говорят что может ей полторы тысячи две тысячи лет я такой бы что сказал что это пирамиды времен все-таки атлантиды но все надо изучать потому что если верить ученым то соответственно мы имеем целый ряд периодических катастроф которые постоянно повторяются атлантида это 13 тысяч лет он мы видели австралию 7000 лет там 9000 лет вот мы видим как бы рядом с кубой они говорят две тысячи лет то есть мы имеем тогда периодичные катастрофы и об этом надо говорить изучать чтобы понимать их причины у меня много информации на канале перейдите посмотрите про все эти кометы луны которые разбивались и несут нам эти катастрофы а именно кометы дают периодичные катастрофы тоже у берегов перу была найдена находка похожая на какую-то крышку идеально круглая то есть обычно природа такое не создает казалось бы в чем вопрос вопрос в том что диаметр этой крышечки 6 8 километров то есть перед нами либо подводный город либо какая-то летающая структура которая утонула на дне океана находится она примерно в 400 километрах от прибрежной линии координаты у вас на экране можете пройти про проверить если подобное еще сейчас там потому что на картах в том числе подводные все подобные находки которые не вписываются в историю стараются как можно быстрее замазать то же самое относится и к великой белой стене примерно 2019 году по сети завирусилась видео про подводную стену которая соединяет как бы северный южный полюс идет по 180 параллели ну потом сказали вы знаете мы тут сшиваем карты как бы спутниковой поэтому все вот эти неровности рельефа какие-то стены это просто вот искажение под это место затерли как бы тему забыли но о великой белой стене было известно задолго это появление спутниковых карт то есть информация что в республике фиджи она находится близко поверхности океана и местные дайверы и и прекрасно знают и даже предлагают туристам поплавать вдоль нее стена покрыта белыми кораллами уходит на глубину в один километр ну как бы на большие глубины исследовать ее запрещено потому что защита для защиты кораллов поэтому нет прям однозначной информации это спутниковая сшивка или действительно перед нами какое-то сооружение которое не вписывается ни в какие исторические рамки то же самое мы видим в принципе по всему миру вот в италии буквально двадцать первом году обнаружили сооружение диаметром 50 метров которая лежит недалеко от береговой линии но это говорит о том что раньше то это была суша то есть есть изменение поверхности воды есть катастрофы которые приводят тому что сооружение которые стояли на побережье вдруг оказывается под водой их огромное количество тоже нашли стену на у балтийского побережья стена каменного века находится на глубине 21 метра говорят что 10 тысяч лет назад ее охотники-собиратели построили зачем кому это было надо или все-таки это времена атлантиды вопрос открытый но факт в том что подобные находки есть по всему миру во всех морях океанах в том числе и на аральском море обмеление аральского моря привело к тому что на его дне показались остатки двух повселений мавзолея пришли ученые посмотрели оказывается датировка двенадцатый четырнадцатый век нашли это по монетам которые там находились но перед нами факт что в двенадцатом четырнадцатом веках существует поселение она оказывается под водой и в двадцать первом веке вдруг она показывается опять на поверхности то есть явные изменения территории которые занимает вода моря и не только моря но и обычные озера как мы увидим дальше то есть катастрофические изменения на лицо вот нашли подобные сережки в захоронениях другие артефакты и то что было раньше морем оказалось до этого было суши и то есть такие волны моря суша моря суши они неоднократные принципе есть по всему миру об этом же можно сказать даже для больших озер то есть в турции нашли сенсацию определенную как под которой бросает вызов современности это говорит археолог из стамбульского университета на дне одного из турецких озер скорее всего озеро ван исследователи обнаружили огромное сооружение выложены из массивных блоков несмотря на века проведенные под водой стены все еще стоят а их конструкция указывает на поразительно развитые архитектурные знания строителей то есть ученые ожидали видеть какие-то обломки но увидели крепость с продуманной системой обороны архитектурными решениями которыми по их мнению опережает свое время по оценкам экспертов крепость построена примерно три тысячи лет назад она находится вот в этом регионе турции здесь повторяю гигантское озеро ван скорее всего ну там есть причины скорее всего город ушел под воду из-за тектонических сдвигов или изменения уровня озера самая удивительная точность и аккуратность укладки камней она напоминает технологию римских или даже средневековых мастеров то есть между ними пару тысяч лет как бы разницы но уровень не ниже а может даже и выше скорее всего перед нами как раз та цивилизация которая распространяла знания по региону и они кочевали в том числе и в римскую цивилизацию греческую но и другие так называемые высокоразвитые цивилизации они получили эти знания именно от этой цивилизации 2016 году под водой озеро мичиган археологи обнаружили древний стоунхедж возраст сооружения превышает 9000 лет так это озеро пускай большое но все-таки 9000 лет назад это было сухо может и раньше может как раз во времена атлантиды что кто сделал когда зачем ответов нет никаких что за цивилизация как она это дело то же самое мы видим в испании жуткая засуха привела к тому что появилась как бы еще один испанский стоунхендж датировка 5000 годом до нашей эры то есть примерно 7000 лет впервые он был обнаружен в двадцатом веке ну и время от времени показывается из-под воды деятельность ли это человека которая привела к созданию водохранилищ либо наоборот катастрофические изменения вопрос открыт но под водой озер рек морей океанов огромное количество неизвестных находок и следов древних цивилизаций но не только историю человечества меняют подводные находки но и историю как бы биологическую когда жили виды когда они вымерли в марианской впадине нашли зубы мегалодона акулы гиганта которая вымерла по официальным данным 22 с половиной миллиона лет назад но те зубы которые нашли в марианской впадине их возраст от 11 до 24 тысяч лет то есть доисторический монстр весом до 100 тонн 24 метра длиной и шириной пасти наверно более двух метров оказывается дожил до нашего времени и даже в наше время есть факты что подобные монстры существуют пускай в единичных экземплярах но они существуют об этом мы покажем других видео плюс на дне тихого океана ученые нашли гигантские следы то есть они думали но это может какие-то тектонические процессы но скорее всего перед нами какое-то животное то есть зафиксировано порядка 3500 отпечатков песке каждый из них имеет длину два с половиной метра и глубину не менее 13 сантиметров то есть какое-то гигантское двухногое существо передвигается по дну океана биологи об этом что-то знают даже в теории не знаю тоже можно сказать что на дне тихого океана ученые шотландии наткнулись на странную аномалию повышенное содержание кислорода на больших глубинах куда не поступает солнечный свет то есть нет фотосинтеза кислород есть то есть открыл оказывается что твердое образование на дне создают химическую реакцию порождающий выброс кислорода то есть отложение содержат редкоземельные металлы замешанные в полиметаллические смеси кобальт марганец и никель это образование ведут себя словно гео батареи они вызывают спонтанную реакцию электролиза расщепляя молекулы воды на водород и кислород кстати может подобные чудеса и происходят в бермудском треугольнике из-за чего как бы вода теряет свои несущие свойства и в этом беру узком треугольнике как раз и погибают корабли просто они уходят на дно из-за подобных реакций выброса определенного газа то есть открытие производства кислорода без участия фотосинтеза может заставить мир по ному взглянуть вообще на происхождение аэробных организмов то есть нуждающихся кислороде для синтеза энергии ну а также целом на эволюцию сложной жизни на планете то есть как вы видите под водой огромное количество неизвестного и мы мягко говоря не занимаемся изучением этого неизвестного то есть какие-то периодические программы нет никакого как бы мирового курса на то чтобы понять то место в котором мы живем и если даже посмотреть на те осколки которые доходят до нас то мы видим совершенно другое представление о жизни устроении земли в прошлых цивилизациях о биологическом развитии жизнью и о том кто жил а кто как по когда-то погиб на этой планете помните повторение мать учения на информация с первого раза никогда не усваивается смотрите видео столько раз сколько нужно все ссылки на использование материалы описании под видео кнопочку еще нажмите все откроется либо смотрите в конечных заставках к видео не превращайтесь четвертой обезьяны нашего времени которая просто уткнулась в гаджет ничего не видит и ничего не слышит напишите свой комментарий поставьте лайк подпишитесь на канал поделитесь видео социальных сетях для того чтобы здравомыслие стало больше новые исследователи подключились к этому направлению больше информации на канале в конечных заставках видео также переходите на мой сайт ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео там размещены мои статьи в том числе и запрещенные на других платформах плюс там же существует и магазин магазин существует для тех кто хочет и может поддержать мою деятельность для того чтобы я ее и продолжал я же смогу вам содействовать в том чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения либо освоили силу живой воды проводили измерения которые помогут понимать что вы едите что пьете плюс получили лучшие натуральные витамины именно иван-чай плюс опять же сила живой воды это водород и озон именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней потому что они минусальные подходят как одному человеку как и всем членам семьи и один раз купленные не требует других расходников плюс например детектор электромагнитного излучения мы все живем в городах а там огромное количество электромагнитных полей и имея эти простые измерительные приборы вы сможете не попадать под их влияние а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств